Сегодня шаббат начинается в прямом эфире. Сейчас запускаю прямой эфир. Шаббат шалом, друзья! Мир всем вам и благодать! Благоставляю всех! Вот, во имя Господне! Сегодня я запозднился, думал прямой эфир сделать в 16.00, а вот получилось в 18.30 даже, вот так вот. Вот, были гости у меня, вот, и вот только что уехали, только что. Вот, и, в общем-то, никак не мог я, не имел возможности выйти вот так вот в интернет. Вот именно на... сейчас, да, заработало. Аллилуйя! Аллилуйя! Спасибо, Господь! Спасибо за добрый день! Нет, спасибо, спасибо! О, спасибо, Господи, спасибо! Дорогие друзья, братья, сестры, Всех вас приветствую, благословляю именем Господнем, во имя Иисуса Христа. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа. Нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Христу Иисусу, Машеху и Ишуа! Аллилуйя! Аллилуйя! Он тот, кто был, есть и грядет Вседержитель, Всесильный, Всемогущий! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе! Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, Всемогущий! Аллилуйя! Господь воинств, слава Тебе! Благодарю Тебя за наступающий шаббат. Боже, спасибо за эти дни, за эти шесть дней, когда мы трудились, Боже, и не изнемогали, Ты укреплял нас. Боже, спасибо Тебе, Господь. Благослови. Вот кто сейчас подключается, вижу, да. Кто подключается, благослови, Господь Боже, во имя Иисуса Христа, наших родных и ближних, наших домов. Благослови, Господь. Надеюсь, мои тоже подключились уже. Благоставляю свою семью сейчас во имя Христа Иисуса. Бешем Иешуа гамаших, Иешуа машехейнум. Аллилуйя! 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 Да благословит Тебя, Господь, и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Аллилуйя! Благословляю всех вас. Вот, всех, кто подключился, кто потом в записи будет смотреть, всех шаббатствующих, всех шаломствующих. Слава Господу! И сегодня у меня здесь приготовления были к празднику, вот, конечно же, так, сейчас здесь, там видно, не видно, ну да, ниже не опускается, ага, ладно, ну я сам подниму туда. Вот халы, да, плетенки, халы, здесь купил вот на лесном массиве, вот на рынке лесном, лесовом. Вот, и очень вкусные, я уже беру не первый раз у них здесь, эти халы, вот, конечно, очень вкусные, в синагоге пекутом, в Ротского продают халы, но сегодня я не смог быть в городе, в центре. Вот, плод виноградной лозы у меня, вот, еще запасы синагогальные, с синагоги Ротского, кстати, насчет, с Израиля, с Иерусалима. Рима, виноградный сок, плод виноградной лозы, барей при хагафэн, амен. Свечи сегодня, я уже зажег свечи, как раз вот прямо вот как перед включить эфир, зажег свечи. Да и здесь у меня тоже свечи горят. Праздничное такое настроение, предпраздничное и праздничное. Вот, благодарю Бога всемогущего за чудо его, шаббата. Слава Господу. Да, друзья. Вот, и пока у меня были гости, я успел и у плиты побывать, там все приготовить. Ну, как, ну, не как я предполагал, но что есть, то есть. Я Богу благодарю за все. Самое главное, конечно, в шаббате, это не просто даже вкусная еда, значит, там, хорошая компания, там, значит, там, да. Это общение в Духе Святом с нашим Господом. Конечно, во все дни Он с нами, поэтому написано, помни, да, помни день субботний. То есть, надо каждый день, каждое мгновение об этом помнить, да, дни, и соблюдай, и храни, да, значит, действуй тоже. Вот, даже если не получается у многих верующих сегодня соблюдать, ну, хотя бы помнить, надо обязательно, да, научиться. А потом Бог даст и соблюдать, хранить, оберегать. Прекрасное мгновение с Господом. И, конечно, я говорю, что мы каждый день с Господом, и Он в нас, даже не просто где-то там, а Он в нас, верующих, живущих в Новом Завете, Бог очень сильно благословил. Нас, верующих, Бог очень сильно любит, очень сильно благословил. А благословил нас каким образом? Послал в наши сердца Духа, Сына Своего, Духа Христова. Кто Духа Христова не имеет, то, собственно, и не Его. Вот, и величайшее чудо в том, что таинство, из таинств, что Христос в нас, упование и славы. Слава Тебе, Господь, спасибо Тебе, Боже, спасибо, что Ты живешь в нас, спасибо. Как в той песне там пели мы, спасибо за то, что живешь Ты во мне. Спасибо за то, что живешь Ты во мне, спасибо за то, что живешь Ты во мне, Иисус, Спаситель мой. Я буду в радости и славе Тебя, благодарить за любовь Твою, за руку по путям моим веди меня. Я буду в радости и славе Тебя. Спасибо, Господь, спасибо Тебе, Бог Святой, благодарю Тебя. Аллилуйя. И сегодня читал Слово Божье из Ветхого Завета, из Нового Завета. Я обычно по утрам начинаю чтение с Нового Завета. Кстати, в украинской мове читаю. Мне так она очень подобается, да, мы говорим, подобается, да, правильно? Подобается, то есть нравится, да. Вот сейчас я, сейчас кое-что засчитаю даже. А, видимо, я. У меня вот такое Евангелие, издание Киевского Патриархата, вот такое Евангелие, читаю. Такое издание. Вот, и читаю здесь из... Вообще, настолько вот слова... Знакомый текст ты читаешь, да? Значит, а здесь опрощение очень тоже мощное. И вот, значит, казалось бы, читаешь знакомые тексты, уже сотни раз их перечитывал. Но когда читаешь их на другом языке, да, допустим, на английском, к примеру, да, то какое-то особое, не знаю, переживание чувствуешь. И вот, особенно на таком мелодичном, украинском... Я, извиняюсь, я учусь такое, учусь украинской мовы. Значит, и... Хто мне служит, нехай за мною иду. Иде я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того вшануе отец мой. Нині душа моя стревожна. И что мне сказать? Отче, спаси меня от этой часы. Но за для этого я и пришел на эту часу. Отче, прослав имя Твое. И вот дальше прям потрясающе вот это вот. Я как представил, он возопил. Прослав имя Твое. Прослав имя Твое. Вау, вот я перечитывал. Прямо уж настолько уж проняло так вот. О, спасибо Господь. Это из Евангелия от Иоанна. Глава 12. Я сейчас читал, там, с 27 стиха. Ну, с 26 даже стиха. Да, слава Богу. Спасибо, Господи. Спасибо. И молился сегодня тоже утром. Вот. И в течение дня читал. И тоже из, получается, Нового Завета и из Ветхого Завета. И знаете, о том, что Иисус, Он сказал, что Он есть свет этому миру. О том, что Иисус Христос, Он, Он действительно свет. Он есть воскресенье жизни. И, кстати, перечитывал, значит, из Евангелия от Иоанна вновь и вновь эти потрясающие строки, потрясающие слова о том, что Он есть воскресенье и жизнь. Спасибо тебе, Господь. Этими словами, вообще-то, я живу. Те, кто смотрели мои программы, смотрят, те знают, конечно, что я об этом много свидетельствую, вообще-то. Рассказываю, что действительно я живу уже вот этих, уже больше 15 лет. Живу вот этим откровением, этой РЭМой, которую получил я в 2003 году, весной еще 2003 года. В 2003 году, значит, мы жили еще тогда здесь, в Киеве, всей семьей, благостовенные дни. Вот. И мы поехали в Россию. Я был за рулем автомобиля, и семья моя со мной, жена, тогда у нас было пятеро детей. Они были маленькие еще. Вот. И сейчас уже все большие, конечно. Сейчас уже даже внук уже есть, уже слава Богу. Зять, внук. О, слава Господу, спасибо за все. Молился тоже в эти дни за детей, за внука, за зятя. Слава Господу. Огромное спасибо всем за молитвы, друзья. Спасибо всем за ваши молитвы о нашей семье. Зять наш Михаил, он прошел реабилитацию в одном центре реабилитации, а потом в втором центре, потому что у него было такое отпадение. Вот. И слава Богу, восстановление, прекрасное восстановление, слава Господу, слава Иисусу Христу. Вот. И дочка с внуком пока живут у нас, а зять сейчас проходит, как называется это, адаптация еще, да, или реабилитация, потом адаптация и служение. Он служит сейчас там при центре. Слава Господу. Я очень рад тому, что Бог, любящим его и призванным по его изволению, все обращает каким-то образом, превращает все во благо, обращает все к лучшему. Ну, в миру обычно говорят, все к лучшему, но на самом деле Бог, человека любив, и он посылает дождь и на праведных, и на неправедных, и солнце его всем светит сегодня, да, и добрым, и злым, всем людям. Бог, он велик в судьбе каждого человека, неважно, там, он верующий, неверующий, религиозный или нерелигиозный, просто верующий человек, он знает, кого благодарить за все и благодарить Создателя. А неверующий обычно себя хвалит, окружающих некоторых, там, фортуну, судьба такая, вот, счастливчик, везунчик, там, или как-то еще родственников благодарит, значит, ну, не знает, кого он благодарит по совести, по-настоящему-то. Вот, даже если его сердце переполняется благодарностью какой-то, то он не знает, куда ее злить, на кого, и поэтому на себя, на кого-то еще ближайших людей, вот, на связи своих, на здоровье свое, значит, что, но на самом-то деле все это идолопоклонство, ну, это замкнутый круг для неверующих человека. Господь да разорвет эти замкнутые круги, Господь да поможет выведет на свободу людей, в истинное познание своего имени святого, и, как говорится в украинском, так красиво, в украинской мове, и прославив, ище прославлю. Вау, вот это вот, прославив, красиво, вообще. Украинская мова, она такая, язык украинский, да, украинская мова, она такая, очень такая мелодичная, приятная очень. Вот я, ну, не знаю, как будто вот песня какая-то, прям, удивительно. Я даже завидую по-хорошему тем, кто владеет украинской мовою. Мне очень прискорбно, что большая часть украинцев не знает своего языка, к сожалению. Ну, сейчас, конечно, восстанавливается, сейчас уже более-менее вот как бы так восстанавливается, хотя в Киеве до сих пор не слышно, особенно-то, украинской мовы. Печально это, конечно, но ничего, время было разбрасывать, камни, теперь время собирать, время пробуждения такого и национального пробуждения, культурного пробуждения тоже, вслед за духовным пробуждением, это идет обязательно. Вот, и пусть во всех народах славится имя Господа Иисуса Христа. Пусть и прославится, и прославилось уже имя, и пусть еще больше прославится, как здесь вот сказано было Богом Всевышним. Люди даже настолько-то громыхало, что люди думали, это гром, гром гремит какой-то. О, но это для народа, Иисус сказал, это для народа звучит, это слово, потрясающее слово. Слава Господу, спасибо тебе, Боже всемогущий. И ты прославил уже имя свое и в украинском народе, и в русском народе, и, значит, и в белорусском народе, и в грузинских народах, и в народах всех Кавказа, и, значит, где, Молдова, в молдавском народе, в румынском народе, в других народах, ты прославлял себя уже многожды, Господь Божий, но и еще прославь, и еще прославь свое имя. Аллилуйя, аллилуйя, спасибо, Господь. Аллилуйя, аллилуйя, друзья, аллилуйя, товарищи. Слава Богу, братья и сестры, аллилуйя, дамы и господа, аллилуйя, спасибо, спасибо, спасибо. И прославил, и еще прославит он имя свое. Я просто в восхищении. Да, и вот приезжали гости, привезли, есть вот некоторые распечатки, как раз вот заказывал распечатки, спасибо за оперативность. В воскресенье, кто придет, уже раздам всем вам я. Сейчас начинается шаббат, и весь этот субботний день буду я просто с Господом наслаждаться, купаться в его благодати, погружаться глубже и глубже. А уже в первый день недели, воскресенье, мы его называем, ну как бы пора за работу. У нас будет собрание, будет служение. И я буду вот, да, кстати, вот одна из распечаток называется Преображенский собор. Здесь видно вам, да, Преображенский собор. Правда, в трансляции почему-то все задано наперед. Я не знаю, как настройки там изменить, но, ну ладно. Короче, здесь написано Преображенский собор. И С Х С, это Иисус Христос Ника, победительность. Вот. Потому что, и о реформации. Потому что мы приближаемся, уже остается, уже меньше собор, меньше месяца остается, дамы и господа. Остается меньше месяца, сегодня 20 число, а 19 августа, воскресенье, 19 августа, будет у нас собор, Преображенский собор, Преображение Господня, да, в календаре Православной Церкви, Преображение Господа Бога и Спаса нашего, Иисуса Христа, называйте так праздник официально, в церковно-православном, традиционном таком звучании. Ну, а потому и собор наш, конференция наша православная, евангельская такая, православная, обновленческая, реформаторская, будет называться Преображенский собор. Преображенский. Преображенцы удалые, станем славить мы Христа, были грешни мы, а ныне... Божьи дети... Можно придумать, можно, кстати, переделывать некоторые псалмы, а, кстати, ведь так и делали, Лютер, Кальвин, вот особенно Лютер, он брал немецкие гимны народные, песни такие народные, подворотние, кабацкие, брал песни и перекладывал, на их мотив писал другие слова, переделывал их. И, кстати, даже 500 лет назад, даже враги реформации, даже те, кто, ну, Лютера, знаете ли, убили бы, да уже, как говорится, руки коротки, бодливой корове, говорит бог, рогов не дал. Знаете ли, вот, и уже час пришел реформации просто, когда верхи уже не могли управлять по-старому, а низы уже не желали, четко не желали жить по-старому. Такая предреволюционная ситуация или предреформаторская ситуация. Такая ситуация обычно приводит либо к одному, либо к другому. И, слава богу, народные массы, германских народов, они вот и других народов Европы пережили потрясение, духовное пробуждение такое, и национальное пробуждение, немецкие хоралы, допустим, знаменитые, да, 16-го столетия, слава богу. Спасибо, Господи, за все. Ну, есть у нас, даже не надо переделывать, есть старые добрые наши еврейские песни. И нам, православным христианам, тоже, думаю, пристало, знаете ли, зачем велосипед изобретать, брать уже, есть уже, готовые песни. В частности, вот, субботний мир, шаббат шалом, шаббат шалом. Да, плод виноградной лозы, баре-при-ага-фен. Да, традиционно. Вот, и хала, плетенка. Две халы, а почему две халы, уже знаете, да? Ну, я об этом уже и говорил не раз. Вот, а потому что такое чудо совершалось. На протяжении 40 лет подряд совершалось великое чудо. В обычные дни выпадала одна порция, будем так говорить, а в пятницу выпадала двойная порция манны. Манна, это манна, это божественная манна, говорят, да, манна небесная. Это ангельский хлеб, который ел человек на протяжении 40 лет. Это чудо, документально зафиксировано в Библии, потрясающее чудо. На вкус описывают те, кто ели этот ангельский хлеб. Ох, ангельский хлебушек, я бы сейчас попробовал. Такая красота, наверное. Он описывается как лепешка с елеем, а в другом месте лепешка с медом. И то, и другое, прекрасно. Я, в общем, мед люблю. Спасибо Руслану Грицеву. Но мед уже заканчивается, я быстро мед подъедаю. Мед, я как тот Винни-Пуп, наверное, медок постоянно ем и очень люблю мед. Вот, он у меня банками уходит вообще. Банку взял одну, там купил на рынке литровую, все за неделю, чук, уже все. Это экономили еще. Но я представляю ангельский хлеб, лепешка с елеем и лепешка с медом. Потрясающе. И евреи хотели, многие хитрить, мудрить хотели и заначку делать этой манны. Ну, хотя им говорили, что не надо это делать, но знаете ли, как бывает. Говоришь, говоришь, а люди сами по себе, своим умом пытаются. И некоторые пытались манну эту, значит, хранить, заначку сделать. Манна, ну, так пускай лежит на черный день. Но самое интересное, манна гнила. Черви пропадала, это манна. То есть, это ангельский хлеб, он, да, с того божьего измерения, в это земное измерение был перенесен. Но очень, как говорится, скоропортящийся продукт в нашем земном измерении. Если бы не грехопадение, конечно, если была бы у нас атмосфера вот такая природная, как во времена Адама и Евы, то, конечно бы, манна бы хранилась бы, значит, не пропадала бы, а это пропадало очень быстро. Но Бог совершал чудо. Этот ангельский хлеб, наверное, ангелы удивлялись даже. В этой атмосфере, земной, казалось бы, обычной атмосфере, в пятницу выпадая большую часть, больше выпадало, в два раза больше. И люди собирали и впрок, на шаббат, на субботу. Но знаете ли, самое интересное, манна не гнила, манна не пропадала. И 40 лет такое продолжалось. Удивительно, конечно. Спасибо тебе, Господь, за хлеб ангельский. И вот воспоминания того, что происходило. Принято две брать порции, ну, как бы две плетенки, как бы, да, две халы. Халы, мы называем их халы. Вот, переплетена наша судьба с Господом. Земное и небесное переплетено. И вот воспоминания мы берем это. Да, и плод виноградной лозы, означающий Божье процветание. Соль на столе, тоже хлеб. А соль, как говорится, хлебом солью включаем. Соль означает праведность, которая солялась жертва. Вот, ну, свечи, свечей можно много зажигать, но две, принято обычно зажигать две и больше. Две и больше. А минимум две почему? Потому что помни и соблюдай, да. Вот, да и поем мы там песни разные на эту тему как раз. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя, Боже всемогущий, за наступающий этот шаббат. Уже вечереет. Да, и время уже. Вот, спасибо, Господь, успел. Все вроде бы как. Ну, может не все, но, Боже, благослови. Благослови войти в этот шаббат. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Благословен, Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли. Амин. Благослови. Амин. Амин. Макрид. Амин. Амин. Благословен Бог наш, давший нам плод виноградной лозы Шаббат шалом, друзья Шаббат шалом моя семья Шаббат шалом моя супруга Драгоценная Инна Сергеевна, благословляю тебя Драгоценные детки, шаббат шалом Шаббат шалом Всем вам, дорогие друзья, вашим домам, родным, ближним Споем вместе Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат 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 шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат 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 шалом Шаббат, 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 шалом Шаббат, шалом, субботний мир Шаббат, шалом, шаббат, шаббат, шалом Шаббат, шалом, субботний мир Господний мир, свыше на нас мир И в нашем сердце мир Шаббат, 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 шалом. Ам Израиль, хай, народ Израиля жив, потому что наш Отец Небесный, Бог Святой, Ягова, Бог Авраама, Исаака, Якова, Бог патриархов и пророков, живой, хай! От Авину, хай, От Авину, Ава, Авину, хай! От Авину, От Авину, Ава, Авину, хай! Ава, Ягова, хай, От Авину, хай! Наш Отец, Небесный Папа, наш Бог живой. Ам-Израиль, 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 хай! И народ твой, Боже, народ Израиля живой. Ам-Израиль, 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 хай! Ам-Израиль, 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 хай! О Давину Хай, О Давину Хай, О Давину Ходавину, О Давину, Авину Малкейнум Шеба Шамай, Отец наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе, хлеб наш насущный дай нам на сей день, прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство и Силы и Слава во веки, аминь. О Давину, О Давину, О Давину, О Давину, Авину, Ава, Хай, Хай. Благоставляем Иерусалим, Благоставляем Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства, столицу Израиля. Благоставляем. Аллилуйя. Эй, Вейну, Шалом, Алейхем. Всем вам я желаю мира. Эй, Вейну, Шалом, Алейхем. Эй, Вейну, Шалом, 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 Алейхем. Шалом, Шалом, Йерусалим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир Бешем Иешуа Гамашиах во имя Иисуса Христа Аминь Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, субботний мир Благословение Господне всех вам И пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа И Ишуа Гамашиаха О, и любовь Бога Отца нашего И общение Святаго Духа Пребудет со всеми нами Аминь Шаббат шалом, шаббат шалом Шаббат шаббат шалом